Всем привет! Сегодня будем готовить вкусный быстрый тортик на сковородке. Тортик шоколадный, очень вкусный, с творогом. Итак, начинаем готовить! Тортик начнем с приготовления теста. Мне понадобится 3 яйца. На 3 яйца я высыпаю сюда 80 г сахара. Добавляю сюда чайную ложку вот такую с горкой разрыхлителя. Мука, 130 г муки. И какао. Какао беру 3 полные столовые ложки с горкой, тоже добавляю сюда. Сразу, видите, вот так вот все в одну емкость. Что делаем? Молоко. Молоко выливаем сразу где-то половину и будем перемешивать. Сначала немного вот так перемешайте муку с какао, чтобы все немножко с жидкостью смешалось, чтобы сейчас это все не разлетелось по всей кухне. Если миксера нет, можно просто делать обычным венчиком. Главное, чтобы не было комочков. Так, перебиваем. Когда все тесто смешали до однородности, вливаем оставшееся молоко и перемешиваем. До однородности перемешали. И я добавляю еще растительное масло. Где-то приблизительно, ну вот, 1,5, чтобы не смазывать сковородку. Вот так. Хотите, можете в тесто масло не добавлять, а жарить просто на сковородке с маслом. Смазывая перед каждым блинчиком. Но я буду делать вот так. Так, теперь тесто отставьте в сторону. Подготовим сейчас крем. Пока он будет стоять, мы нажарим блины. Для крема я буду использовать творог. Творог у меня вот такой вот однородный, пастообразный, уже перебитый. Я купила вот такой в магазине. Значит, смотрите, вместо такого вы можете взять обычный творог и на блендере его перебить. Тут самое главное, чтобы он был вот такой однородный, без комочков. Сюда я засыпаю ванильку или ванильный сахар, целую ложку. И я буду использовать сахарную пудру. Так она быстрее растворяется в креме, крем более нежный получается. Вместо сахарной пудры вы можете использовать сахар. Количество, пропорция такая же. С сахаром, просто крему надо дать постоять чуть дольше, чтобы сахар растворился. Все тщательно вот так вот перемешиваем. И дайте крему постоять, особенности, если вы добавляли сахар, а не сахарную пудру. А мы идем жарить блины. Разогреваем сковородку и жарим блины. Значит, смотрите, у меня большущая сковородка, поэтому я беру... Ну, она где-то 28 сантиметров у меня в диаметре, она большая. Я беру большой половник и один половник, это полностью один коржик. Значит, с двух сторон, как обычные блинчики, готовим на среднем огне или чуть-чуть ниже, чем средний. С одной стороны поджарился, переворачиваем блинчик на другую сторону. Вот так. Буквально по пару минут и блины готовы. Вот такие шоколадные они получаются. Так, и жарим следующий. Нажарили блины и подождите, чтобы они полностью остыли. Посмотрите, какие они ажурные внутри. Просто красота. Так, теперь запомните, на горячие блины торт собирать нельзя. Теперь берем тарелку, ну, я взяла вот такую небольшую, чтобы обрезать края, чтобы тортик у меня получился красивенький. Обрезаем вот так. Вот, собственно, и все. Первый готов. Обрезаем так все блины. Теперь собираем торт. Я буду собирать вот так вот на столе на пергаменте. Где-то приблизительно по столовой ложке крема. Растягиваем по всему блинчику и накладываем следующий. И так до краев собираем торт. Накрываем последним коржиком и весь остаток, вся сметанка, которая осталась у нас... Ой, сметанка, творожок. Отправляем сюда сверху. Замазываем верх и бока. Я сверху украшу просто таким вот молотым печеньем. Я взяла кофейное такое печенье, шоколадное. И вот так вот бока украшу. Да и верх тоже. Можно ничем не украшать. Можно какао присыпать, а бока оставить как есть. Но я украшу печеньками. У меня есть печенье, то я украшу печеньками. Значит, торт нужно оставить на столе в кухне или убрать в холодильник, чтобы он пропитался. Я рекомендую оставлять на столе, а не в холодильник. Тогда сметана, она более такая нежная, что ли, получается. Ой, сметана, чего я сегодня все время сметана говорю? Это же творог. Значит, творожок тогда не так твердеет. Оставляем тортик на 3 часа пропитаться. Тортик постоял пару часов. Давайте разрежем, посмотрим, что у нас вышло. В холодильнике я его не убирала. Смотрите, такой мягенький. Хорошо режется. Вуаля! Вот такая красота у нас вышла. Давайте попробуем, что у нас получилось. Так, смотрите, какая красота получилась. Вот так вот он нежно разламывается, хотя постоял всего лишь 2-3 часика. Слушайте, он очень мягкий. Прям нежный. Скажу так, с творогом очень вкусно. Прям чувствуется творог. Прям вот так вот ешь шоколад с творогом. Это вкусно. Если вы будете готовить на сметане вместо творога, что тоже можно? Просто добавить сметанку вместо творога. Тоже будет хорошо. И сметана, она не успеет так много, сильно впитаться в коржи. Она более чуть-чуть реже. И у вас будет более влажный, еще влажнее торт. И так, и так можно. На моем канале есть тоже вот такой шоколадный торт, блинный. Только прослойки, сливки. Тоже очень крутой рецепт. Попробуйте. И так, и так вкусно. Но с творогом шикарно. Мне вообще кажется, что на завтрак вот такие вещи под кофе. Там, где творожок. Он с утра именно прям хорошо заходит. Еще вот такие торты на сковородке. Как типа у меня есть Наполеон на сковородке. Это очень круто. Раз, два. Перемазалый. Можно долго не возиться с тортиком. И он очень-очень вкусный. Попробуйте. На моем канале вообще есть такие тортики, как на сковородке. Посмотрите и выберите что-то для себя. Я думаю, вам очень понравится. Обязательно попробуйте и напишите коммент, как вам понравилось, как вашим деткам по нас. Я думаю, что все зайдет. Торт блинный. И даже никто не догадается, что мама пекла его на сковородке, а не в духовке. Все. Ставьте лайки, делитесь этим видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем мирного неба над головой. Прекрасной весны. Всего люблю. Бывает и пока. Субтитры сделал DimaTorzok